Друзья, фонд «Аваднём» продолжает свою работу в прямом эфире. И, как я говорил, гости, приходящие к нам в программу, приходят к нам, но не совсем физическим образом. Всё это делается из соображения безопасности, из соображения самоизоляции. И некоторые наши гости вообще находятся в самоизолированном состоянии, но готовы пообщаться с нами путём современных технологий, всевозможные мессенджеры, видеоконференции и так далее, и так далее. Вот, сейчас будем обсуждать важную тему, которая, возможно, сейчас не очень актуальна в связи с тем, что у нас просто не так много транспорта на дорогах. Но, опять же, как-то так, обращаясь к прекрасному будущему, который, несомненно, наступит после того, как всё закончится, всё, собственно, вернётся на круги своя. В том числе и плотный транспортный поток, который не лучшим образом сказывается на дорожном покрытии, за которым, конечно, должны следить соответствующие службы, но не всегда они успевают, иногда просто игнорируют свои прямые обязанности, а автомобиль, угодив какую-то яму, может получить вполне себе конкретные повреждения. Которые надо будет устранять, а вот за чей счёт? Вот это вопрос, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем. Станислав Савчук, председатель Кривого общества по защите прав автовладельцев. Самоизолировался на даче, но всё равно даже оттуда готов вести с нами диалог. Станислав, добрый день. Добрый день. Ну как там в режиме своём изоляции? Всё хорошо? Всё под контролем, контролируем каждую ямку на дороге. Вот это главное. За этим нужен, что называется, глаз да глаз. Тем более, что в нынешней ситуации далеко не все службы даже физически могут успевать за контролем дорожного покрытия по ряду причин разных. Ну, во-первых, не весь персонал выходит на работу и так далее, и так далее. Ну, а случаи бывают разные. Давайте разберём какую-то классическую ситуацию, при которой автомобиль на плохо освещенном участке или на участке, где не просматривалась там яма несанкционированных размеров, получил серьёзные повреждения. И, естественно, автомобилист должен как-то компенсировать ущерб. Какая стратегия реализации этих желаний? Что сделать, чтобы ущерб был возмещён, причём не за счёт собственного, а за счёт соответствующих служб? Какие существуют технологии? Ну, во-первых, важно сделать несколько моментов. Первое – это оформить данное дорожно-транспортное происшествие. Нужно понимать, что это ДТП, да, так как причинён ущерб транспортному средству. Выходим. После того, как событие данное произошло, автомобиль попал в яму, там наехал на какое-то препятствие, которое было расположено на проезжей части. И осматриваем повреждения. То есть, если мы видим, что действительно автомобилю причинён ущерб, выставляем дорожный знак и вызываем сотрудников ГИБДД по телефону 127. Они приезжают. Ну, смотрите, на связи у нас Станислав остаётся. Просто я так понимаю, что район Дачный не всегда коннект у нас по связи хороший. Станислав, можем возвращаться к разговору дальше в эфире. То есть, событие данное оформляется сотрудниками ГИБДД обязательно, которые составляют схему ДТП, замеры делают данного объекта. Допустим, возьмём яма препятствия на дороге в виде ямы. То есть, ширина, глубина, высота, либо длина. То есть, несколько величин у этого препятствия рисуется в схеме. И после этого уже данный документ является доказательством по делу. Причина-следственная связь будет установлена в суде. После того, как вы всё это дело оформили, страховую компанию обращаться в данном случае можно, если только ваш автомобиль застрахован по КАСКО. Если же мы говорим об обычном ОСАГО, то данный вид страхования не предусматривает какие-то выплаты. В этом случае мы должны обращаться к организации, которая обслуживает данный участок дороги. Если мы говорим про город Красноярск, то это, как правило, управление дорог, инфраструктуры и благоустройства, УДИП по городу Красноярску. И уже в дальнейшем нужно будет проводить оценку повреждённого транспортного средства. Какие-то дополнительные факторы имеются в виду дополнительные элементы, доказательные базы. Как то? Значит, видео с регистраторов, участников дорожного движения, там других, не только ваших. Какие-то камеры наружного наблюдения. Какие-то вообще дополнительные фото-видеоматериалы, которые могут оказаться просто под рукой случайно. Насколько они могут помочь в этой ситуации? По проблемам, которые возникают у водителей при оформлении данного происшествия. То есть, конечно, доказательная база очень важна и занимает значительное место в дальнейшем судебном плане. Что касаемо свидетелей, доказательственной базы свидетелей, видеозаписи, видеорегистраторы ваши, либо с камер наружного наблюдения, всё это можно осмотреть. Есть ряд организаций, которые занимаются по городу установкой камер наблюдения наружного. Всех их нужно будет изучить, посмотреть, у кого есть камеры на ближайших перекрёстках, на дальних домах. И эти видеозаписи, они либо приобретаются на платной основе, либо бесплатно в открытом доступе можно найти их в интернете. Что касаемо свидетелей, то это, возможно, пешеходы какие-то, либо водители, которые ехали рядом. Стас, мы вот сейчас разбираем ситуацию такую классическую, наверное, идеальную. Когда всё происходит там в режиме города, где много транспорта, много видеофиксаций, и сотрудники ГИБДД приезжают сравнительно быстро. Возьмём ситуацию, когда всё происходит где-то за городом, глухомань, значит, ни до кого не дозвониться, и даже, может, так бывает, что и мобильной связи нет. Вот в этой ситуации насколько можно провести успешную работу? Необходимо в данной ситуации самостоятельно. Ну, во-первых, я советую всё-таки позвонить в ГИБДД, в дежурную часть, и уже действовать по их рекомендациям. То есть даже если это где-то глухомань, то есть вы должны звонок это сделать в дежурную часть, и как вам сотрудник уже дежурной части пояснит, скажет, как нужно действовать, так мы и дальнейшее уже развитие событий и будет происходить. Либо мы дожидаемся всё-таки экипажа, они уже из реальных событий, да, из реальных возможностей могут вам пояснить. Либо самостоятельно оформлять, либо дожидаться. Если дожидаться, то знак выставляем, в любом случае, да, по закону необходимо это сделать, и фиксируем сами, ну, чтобы есть много обстоятельств, которые могут быть утрачены, да, допустим, яма находилась в луже, да, вы ехали по проезжей части и, видя лужу, вы не понимали, что под ней находится какая-то яма глубокая. Соответственно, до приезда ГИБДД эта вода может высохнуть куда-то, убежать, поэтому, конечно, лучше зафиксировать всё. Потом в дальнейшем к вам не будет претензий, почему вы не приняли меры к снижению скорости, да, так как вы, ну, в принципе, не знали, что там есть яма. Поэтому всё это нужно отфотографировать. Если же вам, согласно вот инструкции от сотрудника дежурной части, вам пояснили о форме самостоятельно, да, то есть зафиксировать, составить какую-то схему и прибыть на ближайший пункт, где находятся сотрудники, да, полиции, в этом случае нужно, конечно же, всё это дело отснять на видео, желательно фотосъёмка, с помощью линейки измерить, снять замеры этой ямы. Тут возникают, конечно, сложности, где это всё взять, когда этого может не быть, да, где-то. Но замеры в этой ситуации, конечно, они очень важны, потому что в дальнейшем будет исследоваться вопрос, что это за объект, насколько он выпирает там из дороги, либо наоборот, это выбоина глубина этой дороги, этой ямы. Поэтому всё это нужно будет каким-то образом снимать. Если такой возможности нету, то либо, ну, поискать где-то в бардачке что-то, какие-то измерительные приборы, либо всё-таки дожидаться приезда сотрудников ГИБДД. Ну, при условии, что у нас всё собрано, всё оформлено верно, значит, сотрудники ГИБДД в курсе. Дальше, если мы поднимаем вопрос о возмещении материального ущерба, то всё это решается уже в судебном порядке. Да, абсолютно верно. То есть я дополнительно ещё советую вызвать на место аварийных комиссаров. И самостоятельное оформление, оно, конечно, возможно по законодательству, но лучше дождаться приезда ГИБДД. Аварийные комиссары вам помогут собрать доказательственную базу, грамотно, подготовить ваше объяснение, да, чтобы в дальнейшем не было каких-то там неприятных моментов именно с оценкой ваших действий как водителя, проконсультируют вас юридически. Что касаемо необходимости приезда туда ГИБДД, то советую всё-таки вызвать, дождаться, пусть будет это по времени даже больше, но что нам это даёт? Нам это даёт то, что сотрудники ГИБДД на месте составят акт выявленных недостатков дорожного покрытия, произведут замеры, и уже на основании этого акта дорожная организация будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обслуживанию дорог. Ну и в заключении обращаюсь к тебе как к юристу, более того, как к руководителю юридического агентства, который специализируется как раз на вот этих автоисториях. Какова судебная практика? Насколько вероятность того, что процесс будет выигран, соответственно, деньги возвращены? Какая вообще вот существует судебная практика именно по таким делам, исходя из своего опыта? В принципе, практика судебная стоит на стороне водителя. Самое важное, на что обращают внимание суды, и на что мы советуем обращать внимание, первое, это сама доказательственная база. Нужно вызвать ГАИ, зафиксировать все, посмотреть, есть ли до этого место наезда, какие-то дорожные знаки, которые указывают на неровность дороги. Если такие знаки есть, соответственно, в суде возникнет вопрос, почему вы ехали, пусть и с допустимой скоростью, но не учитывали данный информационный знак. То есть у вас есть информация, что впереди неровная дорога, и, возможно, какие-то ямы. Поэтому в этом случае, конечно, суд может усмотреть либо обоюдную вину, в ваших действиях будет установлен, там, пункт 10.1, допустим, не принятие мер каких-то к снижению скорости, вплоть до самой остановки. А, так сказать... Да, Станислав, продолжаем. Мы, в принципе, слышим. Единственное, что картинка у нас немножко так вот... В действиях, в действиях, значит, дорожной организации будет усмотрено уже там нарушение правил эксплуатации, да, обслуживания дорог. Поэтому в этой ситуации главное, что еще? Доказательственная база, это свидетели видеозаписи. Возможно, ну, оценка однозначно нужно будет делать, телеграммой нужно извещать организацию данную, но важно еще что? Понять, где это произошло, где эта яма находится, на дорогах общего пользования, либо это на дворовой территории. Если дороги общего пользования, то тогда мы, конечно, предъявляем к организации на территории какого муниципалитета данная дорога находится, да, то есть там есть определенные обслуживающие организации по городу Красноярску, как я сказал, это УДИП. Если мы берем дворовые территории, какие-то проезды, да, по кадастровой, публичной кадастровой карте, это можно все посмотреть. Если это придомовая территория, то такой иск, да, дальнейшие требования будут предъявляться к обслуживающей организации, которая будет ответчиком по нашему делу. Отправляющая компания, да, правильно, либо ТСЖ. Большое спасибо.